Как ты придумал Соник Нейм? Рандомно. Просто по клавишам понажимал. Просто так нажал? Просто нажал по клавишам и такое вышло. Расскажите какой-нибудь забавный случай из вашей жизни. Ну, я шел как-то со школы, по-моему. Уполный дух. Это забавно. А что нет? Продолжи фразу «сегодня я». Сегодня я, а завтра ты. На какой вопрос вы не сможете ответить честно? На любой смогу. Вот если бы нужно было выбрать, то кем из двух супергероев ты бы стал? Аквуменом или Человеком-пауком? Что вообще за вопросы, блядь? Профильди. Человеком-пауком. А я Баквуменом. Человеком-пауком. Ничего. Как вы считаете, зачем люди покупают квартиры? Кем вы видите себя через пять лет? Никем. А через семь? Через семь кем-то вижу. Что противоположно слову «напротив»? То, что находится, вот просто. Напротив? То, что напротив находится. Получается, то есть напротив. Как точно определить свой возраст, если вдруг забыл? Я знаю лишь способ от папища. Ну-ка. Не помню именно цитаты, но, кстати, есть хороший способ для тех, кто забыл, сколько вам лет. Это… В общем, если свой возраст… Ну, давайте предположим, типа, вот если… Вот вы не уверены, сколько вам лет именно. То есть вам, допустим, либо 18, либо 19, да? А сейчас, допустим, 20-й год. 2020. И вы родились… 2000, получается, в втором. То вам не может быть 20 лет, а может быть именно только либо 18, либо… Либо 17 вроде, понимаете, да? Условная концепция. Да, интересно. И… Ну, то есть… Ну да, как-то так. Какая для вас самая большая проблема прямо сейчас и могу ли я как-нибудь помочь? Проблема есть. Проблема есть именно… Она заключается в том, что я здесь нахожусь сейчас. Я могу вам помочь с этим? Это уже не мне судить. В каком году был конец света? Честно, я не помню. Вроде в 13-м? Или в каком? То есть он был? Ну да, помните там? 4-7-0-12. На какой вопрос ты хочешь ответить, но никто тебе его не задает? Вот на этот вопрос хотел бы ответить, но мне его вот задали. Ну, не благодари, получается. Спасибо. Как лучше всего добираться до работы? Ну, пешком. Это полезно для здоровья, я думаю. Назови, пожалуйста, три предмета на букву «К», которые можно поместить в трехлитровую банку. Карандаш. А карась является предметом? Стопудово. Почему? Ну, положил его, крася на стол, он предмет. Понятно. Но... Казан, наверное, нельзя будет поставить банку. Пусть будут краски. Какой квадратный корень из 81-го? Ну, девять. Почему? Вот так. Твой знак зодиака. По какому именно гороскопу азиатскому или... По классическому. Водолей. Алиса, дай описание Водолею. Сайт horoscopesrambler.ru дает такой ответ. Водолей, одаренный воображением, идеалистический, интуитивный. Знак фиксированного креста стихии воздуха. Водолей, изменчив по натуре, но не любит перемены, полон противоречий. Яркий индивидуалист. Водолей склонен к перепадам настроения. То элегантен, то неряшлив. Страдает отсутствием самодисциплины, решительным и обладает ярким темпераментом. Не выносит рутины и скучных обязанностей. Независимость, как главное условие деятельности. Расскажите о себе. Ну, что рассказать именно? О себе. Что им надо рассказать? О себе. О себе, да? Я вот играю за команду Батбум. Недостаточно. Я могу ходить? Я могу ходить?